Другие мои и подруги, сейчас мы проходим тренинг по специальному мануарному массажу и переходим к массажу рук. Здесь масла намного не надо. Буквально по 1 капельке. Сразу размазываем по всей руке. И, соответственно, помним наше главное правило. Зоны мы делим в обратном последовательности, в сторону от сердца. А все движения идут обратно в сторону от сердца. Значит, давайте растираем сразу плечи. Общее растирание – это продольное, поперечное. Рука будут находиться у нас в нескольких положениях. Это 1 положение, 2 положения, 3 положения и 4 положения. Здесь другая комната положения. Да. Так, растерли. Еще очень приятно, когда вот так вот растираем. Получается немножко ли мы в уголеем туда, вверх. Если вам удобно, то можете вот еще вот так положить руку, да, чтобы промять трапецию. Растираем теперь переднюю дают, вот отдельно прямую. Средний дотовидный пучок и задний пучок дотовидный пучок. И задний пучок дотовидный пучок. В центр идем. В периферии к центру. Средний пучок. Сзади пучок. Вместо их крепления, окримерно отростка, так, чтобы отодвигаем лопа леопарда. Кладем руку на свою руку и прорабатываем лопаток. Здесь ухожилие крепится вокруг каждой косточки, так, обходим. И по трапеции уходим вверх. На скручивание скручиваем вот так вот, подкрапив по делам, все запястье в одну и в другую сторону. Бистим с трапецией. Теперь скручиваем суставы. В эту сторону, в эту сторону, в эту сторону, в эту сторону. В эту сторону, в эту сторону. Прямо до предела докручиваем все суставы. Здесь, здесь, здесь. Так, до предплечья. Дальше тоже, вот продолжаем. А, при этом рука стоит на косте? Да. На кисти? На кисти. Так же можно пленку послевать. Убнимаем руку вверх. Держим палец вот тут. Это тоже аккупунктурная точка, где мизинец. И место крепления заднего почка адротовидной мышцы. Вот просто палец поставил. У меня пальчики короткие. Я сутенюсь только так. Ну, как ты меня руками будешь держать? Ну, вот я не знаю. А, все-таки, ну, все. Я думал, рука там где-то тусуется. Вот. А эта рука как раз пучки прорабатывает. Вот нерв тянется вот так вот. А от большого пальца вот сюда, впереди. Вот прям пучок прорабатываем задний. И круглые мышцы тоже можно на лопатке прям проработать. Теперь второй палец нажимаем. Средний пучок прорабатываем. Можем как-то поднять. Указательного пальца прожимаем эту точку. И передний пучок теперь. Прорабатываем. Вместо крепления пучка. Ну, а вы, ребята, что теряете? Ставьте лайки, напишите комментарии. И не забудьте обязательно подписаться на этот канал. Академия телестанцированная практика. Раскладываем такой злоготок сюда. И начинаем с этой стороны тоже. Общее растирание поперечное. Продольное. В общем, технология примерно везде одна. С ногами, с руками, со всеми мышцами. То есть от растирания переходим к более глубоким практикам. Визуально делим руку пополам. И внутреннюю часть прорабатываем. Поскольку запястье маленькое, нужно его на отдельную зону не делить. Переходим к бицепсу. Внешнюю часть. Подсядьте немножко, да? И можно пританцовывать. Пританцовывая, во-первых, расставляется свой скелет. А во-вторых, снимается лишнее напряжение с руки. Потому что вам помогают ноги. Видите, я покачиваюсь и плечами как бы докручиваю до конца. Один небольшой лайфхак. Когда массажисты работают постоянно в одной позе, то статическое напряжение хуже всего. Схватывают поясницу. И они сами страдают. Лимбага всякими болями в пояснице. А когда мы занимаемся как упражнение, как будто мы упражняемся, тренируемся. То организм воспринимает по-другому. И он перестраивается. И никогда вы себе не заработаете с никакими поясничными грыжами. Теперь вдоль. Берем мышцу и нацегиваем вдоль. В длину. И через локоток то же самое. Здесь. Переходим к ладоням. Подарились поближе, посмотрите, там будут интересные техники. Сухожилия. Растягиваем вот так вот. А кулачком руки перпендикулярно распиливаем ладошку. Видно, да? Теперь обоими кулачками растягиваем, расширяем. Некоторые ребята говорят, что никогда не делали массаж ладони, а это оказывается очень приятно. Распиливаем так вот всю плоскость. И теперь ставим куриную лапку. Это когда у нас все пальцы расходятся в сторону на расширение. Видите? Один палец на запястье, а все остальные как раз лапку помещаются в перепонке между всеми его пальчиками. Вот так вот в разные стороны растягиваем. Далее все пальцы так вот смазали маслом, которое у нас осталось еще. И в двух плоскостях растираем палец вот так и вот так костяшками в своих пальцах. Ну я сразу двумя руками, чтобы гриму не терять на каждом пальце отдельно. Вы сначала в одной плоскости так жестко-жестко проработали. Это уже больше из тайской культуры, по-вьетнонской. Ну да, откуда-то оттуда. И теперь поперек. Раскрываем ладонь теперь. Вот таким образом. Раз. Чтобы он не обижался от пальцев. Чтобы палец не обижался, то надо его завершить. А то скажут, а что это там проработали, тут не проработали. Получилось, да? Везли все вместе. И вот эти вот места крепления пальцев. Прямо массируем. Тут тоже находится очень много культурных точек, да? Все их сразу не будем изучать, да? А так просто понадобуем. По центру находится толстый кишечник. Вот если больно здесь, да? То сигнал того, что что-то с кишечником не так. Большие вот эти вот холмы. Холм Марса. А это холм Венера. Вот так. Мы их размассировали. Запястья с той стороны помассировали. И при этом поворачиваем кисть в эту сторону. Кисть пока параллельно лучевой кости идет. И в эту сторону. Так. Теперь кисть согнули. И согнутую. Так же надавливаем на точку. На точку над большим пальцем. Вот согнутую туда развернули. И в обратную сторону. Сначала ладонь была вот так. А теперь вот так. Согнутая. Сюда. И вот сюда. Мы при этом даем на точку между пальцами, да? Да. И сюда тоже даем на точку. Угу. 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 Теперь берем за пальчики. И растрясаем руку. Выдергиваем их как бы вот так. Вторая рука подлавливает. Успеет поймать нашу руку. Вот. Ну можно и сами пальцы. Вот так захотели. Таким крючком. С тремя пальцами. И удергаем прямо. Теперь захотели прямыми пальцами. Вот. Все три сустава. Видишь у меня? И полусогнутые его пальцы. Туда-сюда. В сторону. Получили прям. Может конечно каждый один сустав, да? Получили. Например. Дистальную фалангу захотели. Ну так быстрее только. Так сразу все три. Теперь захватываем руки вот так. Палец. Бизинец наш снаружи. А там довернули их туда. В ту сторону. То есть вот схватили вот так. И довернули на вот эти косточки. Потом схватим вот так. И довернули на вот эти косточки. Получили. И встряхнули вот так, чтобы был упор на эти косточки. И теперь отсюда. Вот смотрите, я сейчас сделал так, а дальше? Да. Вот сначала будем так. И так встряхаем. Потом вот так. На сухожилие понажимали пальцы вовнутрь. Вот туда. Теперь большой палец согнули в дистальную фалангу перпендикулярно. За основной палец держимся и удерживаем вертикально вверх. Так. Масло. Да. Масло. Возьми тряпочку. Салфеточку. Она поможет, чтобы исходить. Здесь руки в этом масле. Так. Как мы сейчас берем? Чуть-чуть возьми. Ага. Перпендикулярно вот так вот. Раз. Угу. А то и руку ближе-ближе, чтобы фалангу держать. Лежнее, да. И вот выдергиваем вверх. Во. Молодец. Ес. Спасибо. Получилось. Ух, это уже глубокая сеть. Ух, это уже глубокая сеть. Мастерство растет с каждым часом. А вы чего теряетесь? Записывайте на наш тренинг. Теперь вот эту фалангу. Да, вот эту. Вот эту взяли как курок. И в три положения. На себе, чуть вовнутрь и чуть наружу. Чик-чик-чик. Очень. Как кровь. Соответственно, большим пальцем вот, на вот этот сустав, а мизинцем ниже этого сустава, вот чуть-чуть ниже. Вот видите, получается. Поставься, пожалуйста. И один раз. На себе, по-моему. Вовнутрь и наружу. Вот так, мизинцем, вот сюда. Ну, сильным пальцем нужно туда давить через мизинец. Так, через мизинец. И куда идти мизинцем, отягощение на себя? Большим куда? Да, большим вдоль лучевой кости. А, все понял. Сначала вдоль лучевой кости. А потом чуть вовнутрь, чуть наружу. Теперь вот эту фалангу тоже самое. Берем ниже. Спускаемся раз. Вот тут сустав. Вдоль, вовнутрь, наружу. На себя? Взяли на внутреннюю, да. Угу. Вовнутрь? Вот так? Нет, вот так. Вот так. А, все. То есть, ладонь идет на себя, большой палец ваш, полкает его палец от себя. Сначала на себя. Угу. И последний? Ну, вдоль кости ничего, да. Потом медиально, латерально. Так, ну, сколько померял? Чик-чик. Все, это очень быстро делается. Ну, да. Потом вот сюда. Вот это сделал. Вот сюда. Тоже. Раз, два, три. Все. Теперь его ладонь берем, прожимаем вот так плотно. Все, да. На себя стоит. На себя стоит. И как бы вот плотно прям взяли его ладонь. И выкачиваем кровь, хотя бы насосом. Попустим насосом. Эта рука остается прижатой. А эта рука всю его руку расплющивает. И медленно, медленно и с наслаждением выкачиваем лимфу в подмышечную впадину. Вот прямо туда заворачиваем. И вот туда уходим. Вот. Рука уже сама встала на место вот сюда. Нет, не разворачиваем. Он дошел и он встал к запястью. Вкатим теперь запястье. Теперь кулаком. Все, отсюда выдавливаем. И переходим к завершающим процедурам. Повесили руку расслабленно и покачали вот так вот вовнутрь. Задали движение. Оставили их теперь с плечом. То есть движение то же самое. Все. Все шатается. Все мягко, расслаблено. Видите? Не включаем. Как лапы. Как подходящий трек. Да, включаем музыкальный трек. Теперь по диагонали. Смотри, что плечи не болели у человека, да? Подтянули руки вверх. Можно даже чуть-чуть приподнять вот так. Чтобы голова висит внизу. Голова висит-висит. Ага. Или можно даже упереться стопой. Немножко вот на себя потянуть. Как раз выдерживай. Исключиться. Ага. Попробуй. Ну, а мы, собственно говоря, все закончили. Вернули руку в исходное положение. И если вы не с нами, то много теряете. Если вы смотрите такое видео, то много ли это получается. Потому что нюансы всегда вскрываются здесь, на нашем тренинге у Олега Аллахугудина. Пока-пока, друзья.